Салют, друзья! Вы снова смотрите канал Твой Игровой, с вами снова его ведущий Фил, и мы вместе продолжаем знакомиться с играми от издательства DoJoy. И сегодня у нас на столе разразится целое сражение, как говорится, драка стенка на стенку между двумя враждующими группировками хулиганов и ботанов. В настольной игре камень-ножницы-бумага ЦУЕ ФАЙТ! Ботаны слишком долго терпели обиды и унижения от хулиганов, и теперь, вооружившись камнями, ножницами и даже динамитом, вышли на тропу войны. Хулиганы готовы дать отпор и поставить на место отчаянных выскочек. Не правда ли, звучит как начало трэшовой комедии, но на самом деле все куда интереснее. Коробки с игрой мы обнаружим с виду знакомое поле в клетку 6х7, 24 деревянные фигурки ботанов и хулиганов по 12 каждой, да фигурки не простые, а с двумя магнитными вставками, к которым можно примагнитить специальные диски с изображениями. Выбираем свою команду и выстраиваем фигурки с краю доски в две линии. Диски с предметами нужно поделить поровну между командами и прикрепить к спинам персонажей в произвольном порядке. Главное, чтобы у каждого в команде обязательно была фигурка с флагом и фигурка с динамитом. Цель игры – вычислить и захватить флаг соперника. За один ход можно переместить любую из своих фигурок на одну клетку по горизонтали или вертикали. Исключением является только персонаж с динамитом. Всю игру этот бедолага простоит на своем месте, пока на него случайно не наткнется вражеская фигурка, и тогда... Обе фигурки убираются с доски. При столкновении с фигуркой оппонента, скрывающей за спиной один из символов камня, ножницы, бумаги, предметы раскрываются и сравниваются по привычным правилам. Ножницы режут бумагу, бумага заворачивает камень, камень затупляет ножницы. В случае, если предметы одинаковые, спор решают традиционно, скидываясь в цуэфа на пальцах до победы одного из соперников. Если побеждает нападающий, то он занимает клетку проигравшего, а бароняющийся остается на своем месте. Побеждает тот, кто первым займет клетку с фигуркой, прячущей за спиной вражеский флажок. В общем-то, вот и все. Хотя нет, есть еще кое-что. Как вы могли заметить, фигурки содержат магниты не только за спиной, но и в левой руке. Дело в том, что возможны два варианта игры. В одном из которых, после столкновения двух фигур, предмет из-за спины крепится спереди на левый кулак. Таким образом, оба игрока смогут видеть те предметы, которые участвовали хотя бы в одной схватке. Во втором же, более сложном варианте, все предметы крепятся исключительно к спинам, и участникам приходится запоминать предметы, раскрывшиеся в столкновениях. Небольшой совет. Попробуйте повернуть поле на 90 градусов и расставить фигурки следующим образом. Игра от этого немного изменится. Подводя итог, хочу сказать, что, на мой взгляд, Суэфа довольно оригинальная детская настолка с простыми понятными правилами и хорошей порцией веселья и непредсказуемости. Издательство Дуджой поддерживает высокопоставленную планку качества компонентов во всех своих играх. Так и Суэфа не стала исключением. Потрясающе выполнены и большие фигурки из дерева с яркой цветной печатью. Глянцевое поле, которому не страшно попадание воды. А главное, все компоненты безопасны для ваших детей. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю удачных и веселых партий, а также побольше улыбок, радости и смеха вашим семьям. Скоро увидимся. Пока! Благодарю издательство Дуджой за предоставленную для обзора игру.